Добрый день, друзья! С вами опять Петрович. 18 сентября. Очередная наша культура огурец. Энжи, покажи, какой красавчик у нас растет. Друзья, значит, что мы с ним сделали, что мы с ним делали, что чего как было у нас. Значит, огурчик, огурчик, сорт гибрид, гибрид вернее, F1 Spike, компании Хазера, бешеный, сила роста вообще. Посажен семечкой 2 августа, на день ВДВ, семечкой посажен в почву 18. Это что, 47 день с момента посадки. Взошел за два дня, пекло было ужаснейшее. То есть, первая волна всходов была процентов, наверное, 65. Подсаживал один раз, опять жара, семечка даже не вышла из почвы, семидоля не раскрылась, вся спухла от жары. Подсаживали третью волну, ну, можно увидеть. Энжи, покажи, вот это всходы первой волны растения, вот это растение вторая волна, они пониже и по урожаю. Просто, Энжи, покажи, разница там в посадках была, там, 5-6 дней, а разница по плодоношению. И покажи вот этот первый, который взошел. Уже вот насколько снят огурец снизу. И вот она, посадка третья. Третий. Вот такой вот рост у него сейчас. Сколько? Ну, метр тридцать. Гибрид спайк компании Хазера. Огурец очень мощный, растет очень активно. То есть, что мы сейчас с ним делаем? На второй оборот огурца нижние пасынки мы ослепили, три междоузлия, вот хотя можно было это и не делать на второй оборот. Значит, лист, лист, размер, Энжи, лопухи, покажи. Вот, допустим, две мои ладони для масштаба. Вот так вот. Значит, что мы делаем? Кормим, поим, поливаем. Поливаем его в зависимости от погоды. Сегодня жара, солнце. Вчера вообще день был как лето. Вот как лето. То есть, сейчас поливаем каждый день. Каждый день норма вылива. Здесь у нас примерно 220 растений. Один и две сотки. Значит, евраку наливаем водички. Значит, в жару даем 2 литра на куст. В сильную жару даем 2,5 литра на куст. В жару поливаем каждые сутки. Чистой воды у нас нету. С каждым поливом идет питание, кормежка. Стимуляция корневой обязательно. Обязательно. У огурца. У огурца. Вот как я и раньше рассказывал на каком-то тюльпанном видео. Что для растений с очень быстрой вегетацией корневая и присутствие кальция в растении, это очень важно. То есть, стимуляция корневой происходит каждые 10-12 дней. Энжи, подойди сюда. Они тут рядышком. Я просто показал ребятам. Приготовил, чтобы показать. Значит, вот такой препарат, как Герхумин, компания Эль Гоби. Мы его даем по листу. Из расчета 8 грамм на 10 литров воды. Это что касаемо листовых. Культимар. 30 грамм по листу даем на 10 литров воды. Но, но, его можно в каплю давать. Работает вообще идеально. Шикарнейше. И в капельку мы даем что? Вот такой корнеобразователь от компании Гринплантс. Турецкий. Настоящий турецкий. Значит, здесь у нас 42% ауксина. Для корневой, для стимуляции. И вот такой вот еще четвертый. Но это еще не все. У меня еще есть пара корнеобразователей и стимуляторов. Значит, компания Компоэксперт. Это те же самые препараты водорастворимые наши, как Хакофос. Это немецкое производство. Вот такое вот. Тоже с ауксинчиком. Вытяжка из водорослей. Вытяжка из водорослей. Это вытяжка у нас органическая вытяжка. Это не водоросли. Это там и перегнойные вещества и все остальное. Значит, вот такими четырьмя препаратами работаем. Работаем не только по огурцу, чередуя, чтобы растения наши кайфовали. Огурец быстро растущее растение. То есть, у огурца надземная часть важная, но корень еще важнее. Потому что при срыве, при отдаче урожая часть корневой отмирает у всех тыквенных. Поэтому ее надо омолаживать, кормить и стимулировать постоянно для того, чтобы получать нормальный урожай. Ну, вот такое вот состояние огурчика. Значит, что у нас, Энжи, покажи. Что мы еще тут понавешали. Понавешивали клеевые ловушки. Клеевые ловушки у нас висят здесь. Потому что сейчас плодоношение инсектицидами никакими не работаем. Белокрылка здесь у нас присутствует, но в таком контролируемом количестве. Потому что по ловушке можно посмотреть. Энжи, иди сюда. Приблизь, вообще близко, чтобы ребята видели. Значит, обычная муха, молодая оса. Вот они, белокрылки маленькие. Видно их там? Видно, видно. Всякого рода овощная мошка, потом огуречный комарик. Вот он, подлец. Ну и всякого рода вот это кто, я не знаю. Что-то такое, похоже на, тоже на какого-то комарика, блин. Или муха. Какая-то овощная тоже разновидности. То есть, вот такие вот чудеса, друзья. Размер цветочка. А ну покажи эти нарциссы. Размер цветка, блин. Вот такие нарциссики. Вообще, блин, зверюка красивая. Вот такие кусты. Вот такой огурец. Сегодня будет подкормка. Значит, сегодня вылью сюда 400 литров воды. 400 литров воды. Забодяжил я уже. Вот налил водички. Вот воду в кубе не держу, не грею. Только свежоналитая. Почему? Потому что при использовании баков, и когда вы воду набираете, и она долго стоит у вас, типа греется. Из воды улетает весь кислород. И вода становится не такая классненькая, как хотелось бы. Поэтому воду греть нельзя сильно и долго ее держать в емкостях. Лучше всего свеженькой набрали. Удобрения насыпали, перемешали. Значит, сегодня что я вношу? Нитрат кальция вношу 200 грамм. И нитрат калия вношу из расчета 150 грамм. И на наши 220 растений 400 литров воды выливаем. Вчера, значит, подкормил. Сульфат магния дал. Сульфат магния дал. И 13, 33, 13 хакофоз с микроэлементами. С микроэлементами. Тоже дозировка, значит, сульфат магния 100 грамм. Хакофозик 200 грамм. Ну, такие мероприятия. Вот так и работаем. Азот обязательно нужен. Все, надо. А, что еще? Немаловажный момент. 47 дней. Растениям. Состояние листа по болезням и по всему остальному. Обработки по листу проводятся биологией. Биологией, значит, здесь на первоначальной стадии растения были примерно где-то высотой сантиметров. Ну, начали мы их, да, подкручивать. Где-то сантиметров 35-40 были высотой. Значит, сделал я одну обработку фунгицидную всего-навсего. Это обработал от квадрис плюс от мочевина по листу. И в тот момент нас очень сильно одолевал клещ. Клеща было здесь просто море. На молодых растениях. Но снесли мы его, можно сказать, за один прием. Но двукратно. Одним препаратом. Обработал я вечером. И дробно, двухстволку сделал. Дубль, дубль. Значит, обработал вечером и обработал утром. Таким препаратом, как Нисаран. Таким препаратом, как Нисаран. Инсектицид, акарицид. Шикарнейший. Сумиагра компания. Клеща сносит на раз. И теперь вы видите, больше по клещу обработок ни одной. Вот такое состояние. Постоянный недостаток. Калия проявляется по листу. Каемка. Вы видите, да? Калий присутствует практически в каждом питании. Через один, через два питания калий постоянно грузим. Нитрат калия. 3,15,36 хакофоз. Потом, значит, сульфат калия. Калием еще работаем препаратами, значит, бренток с калией, кальций по листу. Тоже проходим, работаем. Еще что немаловажно. Блин, вот хочется в одном видео целую кучу выдать. Значит, вносим каждую неделю, каждую неделю либо микробиологические препараты компании Бионоватик, такие как органит Н и П. Это азотофиксирующие и фосфорокалия фиксирующие бактерии. Триходерма каждые 10 дней. Каждые 10 дней. Значит, что наша биота в почве делает? Энжи, а ну давай, сейчас, чтобы было. Иди сюда. Покажи сюда. Приблизь почву. Ну, на камеру, наверное, не будет видно. Значит, опушение почвы присутствует такое, да? Вот, 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 это приблизь, пожалуйста, чтобы видно было вот этот, вот сорняк. Ой, вернее, вот не сорняк. Ну, куда ты двигаешь, камера где? Покажи. То есть, где на почве, или вот, явно видно, приблизь вот это вот. Растительные остатки, видите? То есть, я срезанный, вот нижний лист, вот сейчас об листе расскажу еще чуть-чуть. Значит, вот эти вот, значит, выщипываю я усы все и пасынки выламываю. Вот смотрите, лежит, видите, опушение. Это никакая не серая гниль, ничего. Это вот так работает наша почвенная биота, почвенная биота, своими гифами прорастает, да и по земле даже видно легкое-легкое опушение. На камеру, вот не видно на камеру, плохо видно, очень плохо видно. То есть, что наша почвенная биота? Только срезанные нижние листья я выношу отсюда. Все усы, все остальное, вот инжи, глянь, тоже наглядно. Сперва растительные наши остатки высыхают и потом через почву, значит, смотрите, вот наша биота гифами прорастает и поедает. Вот, наглядно видно, вообще четко, вот посмотри. Да-да-да-да-да-да, вот она, выедает все. Это никакая не серая гниль, не белая гниль. Покажи сюда. Вот, смотрите, прорастание гиф. Вот он лежит, свежий ус. До тех пор, пока он не высохнет, его никто кушать не будет. Вот как только будет мертвая органика, высохшая, сухая, то биота кушает ее. Значит, работа биологии в закрытом грунте вообще идеальная тема. Работает шикарнейше. То есть, я в почву никаких фунгицидов не вношу, абсолютно никаких фунгицидов химических, синтетических не вношу. Работаю только в биологии. По листу, соответственно, точно так же. Работаю в биологии. Ну, можете сами смотреть. По питаниям, по кормлениям, если честно, было желание снимать с первого дня. По питаниям, поэтапно, все, но честно, на это нету времени. Честно. То есть, у кого какие вопросы, пишите в комментариях. Отвечу с удовольствием, расскажу, объясню. Вот такие чудеса, друзья. Сегодня у нас съем. Вот такие вот зеленцы. Зеленцы мы рвем примерно весом, весом примерно где-то 100-110 грамм. Мелкий, вот как купорочный огурец такого размера он сейчас не нужен. Вот сейчас нужен огурчик засолочный. На салат. Фу! Извините. Засолочный. На салат. Салатный, салатный огурец. Ну, вот такие огуречные мероприятия. Сорт для меня абсолютно новый, я его ни разу не видел. Он, вот, недавно появился гибрид. Опять сорт, сорт. Гибрид огурца F1 Spike компания Хазера. Для меня абсолютно новый. Спасибо компании Агродепартамент предоставили мне его. Говорит, отпадный огурчик, Петрович, посади, обалдеешь. Ну, пока вот так оно и есть. Сегодня сбор будет хороший. Вот, идеальный размер для салата. Вот, размер огурца. Вот вес от этого зеленца примерно где-то 110 грамм. Огурец хороший, классный. Что делать с макушками, решим чуть позже. Как мы вот дальше будем формировать. Обрезка листа производится каждые пять дней. Снизу убираем 2-3 листика за один прием, не больше. Будем резать примерно сантиметров до 90 по высоте. Ну, может, до метра. И потом будем вырезать вот, Энджи, покажи сюда. Снимем, допустим, вот этот огурец и вот этот огурец. Вырежем из середины два листа и потом будем двигаться с обрезкой вниз. Потому что Уфо обязательно день укорачивается. У нас очень сильно ультрафиолет должен попадать. Уфо это ультрафиолетовая активность. То есть, чтобы меньше было притенения. Все, так, каратенечко, блин, вот в одну кучу хотел слепить все. Всем здоровья, удачи, всего хорошего, больших урожаев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok